Как я и говорил, нам нужно отправиться в прим, да? И встретиться с тем чуваком, который толкает химикаты, но на самом деле нифига не толкает, только деньги берёт. В общем, скидал и этим встретиться. И пояснить ему, что так бизнес не делает. Сейф. Какая прелесть. Да, волос. Прелестная животинка. Зверушка такая вообще просто супер. Нельсон наш. Да-да-да-да-да, известная история про Нельсон наш. Привет-привет, что Тайрон может для тебя сделать? Ха-хам, один друг и словно подсказал мне, что можно к тебе обратиться за как-каким сырьём. Хочешь, чтобы я за решёткой, что ли, загремел? Не ори, потише, потише, лейтенант Хейз уже... Чё-то там. Слушай, я уже сказал чавку, что НКР начинает что-то подозревать со всеми этими пропавшими припасами. Наши риски большие цены. На 300 крышек потянут. Ты знаешь, я что-то плоховато слышу. Ухо кулаком отбили. Что там было насчёт риска? Нет, есть и другие варианты. Замолвить словечко можно. И поставки товара сразу в Неваду. Будет делась кто-то другой. Не ты. Или, например, неужели 300 крышек стоят славы ненадёжного партнёра? По-моему, дурной бизнес. Давайте бартер использовать, что ли. Нет, красноречие. Я пересмотрел свою точку зрения. Думаю, в моих интересах будет пожертвовать своей выгодой в этом конкретном деле. Да. Вот видите, стоит намекнуть и... Всё. Можно вернуться. Можно рассказать о незаконных операциях Великого Хана в лейтенанту Хея Суне. Мы этим заниматься, наверное, не будем. Как бы зачем? Мы сейчас, наоборот, пытаемся помочь Ханам. Наша основная задача сейчас, она сконцентрирована вокруг квестов Ханов. И хоть, в принципе, это не нужно для основного квеста Хана, но, по-моему, тематически вполне вписывается. Вот, держи. Товар у меня. Ты действительно держишь слово, я не ожидала. В любом случае, Великие Ханы всегда платят долги и не забывают друзей. Если когда-нибудь доберёшься до каньона Ред Рок, я замолвлюсь для тебя, словечко. А, прощай. Ура. Крышки дали. Что ещё? Буфаут дали. Спок. Ну вот. На этом всё закончилось. А нет ещё и рикошет. Стоит уступить, и все сразу захотят забить сцену. Сложный вопрос. Но мы должны вернуться к нашему квесту, который связан с Ханами. Во-первых, у нас был ещё отдельный сайд-квест Хана в Медовом месте Свободаба. Давайте его сделаем, раз уж у нас такие сейчас дела идут. Так, откуда нам нужно отправиться по этому квесту? В компанию Красный Караван нужно зайти. Да? Давайте в Красный Караван. Самое главное, кстати, помни... Помни, никаких убийств на территории Красного Каравана. Мы договорились. А, кстати, у них тут есть что-нибудь. Да, у них есть что-то, по-моему, для приготовления пищи. Лагерный костёр. Прекрасно. Что мы можем сделать? Можем смешать водку с ядер-колой и ментатами и сделать атомный коктейль. Звучит не суперкруто. Чистка воды, противоядие. Смогон Кэс. Трясучка. Омлет, наверное, нам нужен. Нет, очистка воды, как ни странно. Мать-тьма. Сильверстинг. Слушайте, а где рецепт вообще? Рецепт. В разном, наверное, должен быть. Вот. Пустошный омлет Роуз. Рецепт позволяет вам готовить пустошный омлет. И... Он на П похож, да? О, пустошный омлет Роуз. Нужно макароны с сыром. Мясо озёрника. Хрустящий мутофру... Да идите вы куда подальше. И он восстанавливает ОЗ очки здоровья на плюс 7. О, какая-то хрень просто. Так, давайте я всё продам. Эй, ты хочешь что-то купить или продать? Вот именно до этого я здесь. Эк, Блэйк, у тебя есть оружие? Тебе не нужно ли... Чё-то прикупить у меня. Ну хотя на самом деле, да, вот 10-мм пистолет прикупи. А у него денег не хватает. А у него денег не хватает, офигеть. Ладно, чем ещё ты можешь поделиться со мной? Помощь, стимуляторы. Все давай. Хоп. Стимуляторов нам не хватает, скоро будет уже. А то я их что-то пью, пью в огромном количестве. Ну как пью? Сжираю. 7 на 60, это 420 хитпоинтов, говорит ITC-лок. Довольно неплохо. Стимуляторы круче. И с учётом того, что у нас денег хватает, то можно просто стимуляторы покупать тупо. Так, большая тарелка, бутылка. Это разная, разная, разная. Коробка боеприпасов. Кованая коробка для боевой винтовки. Улучшение состояния. Хм. Прицел ночного видения ливармин винтовки. Тоже нам это не нужно. Личный магазин. Чок для охотничьего дробевика. Да, наверное, да. Хм. Что если так? Прекрасно. Теперь из разного. Продаем. Яйцо когти смерти. Всё. Упс. И у него не хватает вообще вещей для того, чтобы с нами расплатиться. Боезапас тогда давайте купим. Какого нам боезапаса не хватает? Для снайперской винтовки, по-моему, патроны калибра 308 должны быть. Разные магнумы. 9,5-56-миллиметровые патроны. На фиг знает вообще, что делать. Что ещё у него можно купить? Ага, патроны для дробовика, по-моему, нам нужны были, да? Для дробовика. Двенадцатый калибр. Двадцатый калибр. Оба. Потому что не помню, какие-какие. О, до свидос. И у нас вес немножко должен был уменьшиться. Ну да, прям совсем самую малость. Ура. Без хардкора, что ли, говорит ITC-лог? Есть не хочешь? Он ещё очень питателен. Ну да, без хардкора. Может быть, когда-нибудь потом буду отдельно проходить уже с хардкором. Но мне не хотелось прям добавлять слишком много вот этой вот обязательной нудятины, которую хардкор добавляет. И я бы не сказал, что это прям вот суперкрутое улучшение геймплея. Если уж делать хардкор, то нужно дополнительные моды ставить, которые меняют очень многое в геймплее и делают это оправданным и интересным, самое главное. Ладно, заходим в главный офис. И... Дон Хеслер. Как у вас дела? Привет. Добро пожаловать в компанию Красный Крова. Чем могу тебе помочь? А у меня есть посылочка от твоих друзей Джека и Дэн. А-а-а. Да, точно, давай. Только уходи быстро, пока тебя не заметили. Окей. Все круто. Так ты же не играл с хардкором, говорит, а эти селок с ним интересней. Охотно верю. Возможно, да, с ним интересней, но возможно и нет. Карта. Задание в первую очередь. Медовый месяц мы обязательно сдадим, но перед этим... Там какие-то еще квесты были, вроде бы. Форт. Охота за головами. Не расти трава. Давайте охоту за головами выполним. А, нет, вот. Нужно найти для Реджа Саулики, свидетельствующие о том, что Цезарь уничтожит великих ханов. И для этого нужно в форт отправляться. Да, действительно, к Цезарю нужно. Убейте Куина, любимого бромина Шеф-Шефа. Майор Датри предлагает награды охотникам за головами. Поговорите с ним о задании. Награды будут получать у него... Награда будет очень... То есть это как бы длинный квест. Сначала одного убиваешь, приходишь, тебе его продляют, типа, получается. А нам нужно сюда. Не, ну почему немножечко не повоевать с чертями? Ненужный микроменеджмент, это и есть игра, говорит ITC-Lock. А не просто press X to win. Ты слишком, по-моему, преувеличиваешь. Серьезно. Кстати, починить винтовку, что я собирался, вроде бы да. А у нас были саквояжи, как вспомнил, помогают чинить. Типа наборы инструментов для починки. Так, это докторский саквояж. Вот, ремонтный набор оружейника. Снайперская винтовка становится чуть получше. Просто её чинить фактически мы можем только уникальными видами оружия. Либо чё-то нужно прикупить, что поможет её чинить. Типа другой снайперской винтовке. Но мне лень. А вот шеф-шеф, а вот и куине. Да-да, ты права, как никогда. Тут есть игровые условности, такие как вещи, которые носит персонаж, не увеличиваются в размерах. И без бромина сзади горит волос. Ну, да, тут, в общем-то, как и в любой игре, обязательно есть условности. Потому что слишком много реализма. Оно плохо заканчивается. Так, крыты-криточки. Отлично. Вот ещё одна голова слетела с своих плеч. И никто особо не чухнулся, нас не видят. Это же прекрасно просто. Но входим дальше. Ты прочитал середину моего высказывания, что врывает контекст напрочь, говорит Волос. Стараюсь. Всегда так делаю. Хардкор — это значение геймплейного решения. Решили, не оптимально наказан? Ну и там что-то, возможно, ещё до этого было. Но уже чат летит так быстро, что я не успеваю это заметить. Так, касса, ты что не делаешь? С кем ты перестреливаешься? Чёрт умер. Вот так вот, скрытая операция, в которой она в лоб-в-лоб перестреливается. Ну ты даёшь. А мы очень быстро корадёмся. Так, окей. Кто-то немножко должен сейчас выйти из себя. Возьмём дробовик. Куда-то стреляешь. О, шеф-шеф какой-то бронированный. Вы знаете, мне это не нравится. Так, назад, назад. Возможно, даже так надо. Есть. Мы даже карму за это получаем. Офигенно. Кто-нибудь ещё остался в живых? Интересно. Оп. Голова шеф-шефа. Оторвано просто с фонтанами крови. Огнемёт, испепелитель. Это что такое? Испепелитель. Это огнемёт. Огментаты обязательно. У него есть и огнемёт, и испепелитель. Вот только гляньте. Офигеть. Металлическая броня и щиток рейдера. Почему ты не юзаешь ватси очередь в голову? Ну, потому что у меня так веселее. Я юзаю то, что мне приятней. Логично же. Хм. Огнемёт. Нужен ли он нам? У меня такое чувство, что нет. Соотношение веса к стоимости очень низкое. Перезарядимся. Кто-нибудь ещё остался живой? Так. Во-первых, карта. Карта, карта, карта. Вот. Нам нужно вернуться в лагерь Макаран. И сдать голову. Тут напряжённый хардкор. Еды много, говорит. А, не напряжный, наоборот, хардкор. Говорит, эти селок. Еды много. Но нужно в ней разбираться. Что добавляет интереса перелома конечностей. Не лечится стимпаком. А докторским саквояжем. И у врача, например. Ну да, я понимаю, что это хорошая идея. Что в некоторых играх это реализовано более подробно. Специально ради создания атмосферы. Ощущения того, что ты действительно пытаешься своим персонажем в очень суровой, опасной обстановке добиваться каких-то результатов. И ты вынужден заботиться о своём состоянии, здоровье. Там как-то с травмами разбираться и прочее. Это очень иммерсивная такая тема. Она иммерсивности добавляет в первую очередь. И как я и говорил, для того, чтобы сделать это правильно, можно её расширить ещё дополнительными модами, которые добавляют контент, дополнительные механики, улучшающие и углубляющие эти идеи. Но тогда да, можно сделать отдельное специальное хардкорное прохождение с кучей интересных механика, контента дополнительного под это заточенное. И будет вообще круто. Как бы, что плохого-то в том, что я предлагаю? Что, не убивает? А, что, не убили тебя? Ну как бы да, не убили, и вообще я хочу получить награду. Правда? Тебе удалось убить кого-то из моего списка психов? Кажи голову. А, это шеф-шеф, он всегда так вонял, что ли? Ты же когда был живой. Что, черт, ему позволяли готовить еду? А, что ж, это расплата, по крайней мере, за одного из моих солдат. Она будет рада узнать, что он мёртв. Сможешь прикончить ещё одного чёрта из списка? О, какой же я с радостью доверить тебе работаю, огорчусь, если ты откажешься. Хорошо, заметано, кого нужно убить. Самое лучшее новое за сегодня. Наконец-то человек с какими-то амбициями, говорит он. Как он говорит-то прямо? Осталось только двое психопатов, кого выберешь? Давай, драйвер Нефи. А, ты не рыбковый десятка, как я погляжу. Нефи крутой сукин сын, если ты его близко подпустишь, он тебе голову снесёт. Вот совет мой тебе. Нужен тебе лейтенант Горобец. Он командир взвода, альфа, первый разведбатальон, снайперы. Если тебе повезёт, сможешь выманить Нефи на открытое место, и снайпер его прикончит. Если принесёшь в него голову, получишь награду. Так будет легче, чем разбираться с Нефи один-на-один, но тебе решать. Так, а Горобец где? В дворе. Горобец коммендует нашими снайперами, он уже несколько недель пытается пристрелить Нефи. Не хватает только приманки, и у меня нет солдат, чтобы послать кого-то в заграду. Во всяком случае, теперь. Ясно. Тоже знаешь чертей, не буду тебе снова говорить об осторожности. Удачи. Хорошо, до свидос. Так, одну цель сдали, другую выбрали. Теперь давайте по заданию. Медовый месяц в Абадабе. В Абадаба. Возвращаемся в лабораторию Аэродрока. Не забудьте в аэропорту вдво... Ой, точно, да, Волос, правильно. К Вдове нужно подойти. Сейчас, сейчас, сейчас вернемся туда. А вы все дрыхнете. Дэн, поднимайся. Эй, похоже, у тебя здесь много друзей, Гридэн. Да. С красным караваном дело сделано. Отлично. Вот тебе за труды. Так вот, о союзе с легионом Цезаря. Да не волнуйся, мы с Джеком это обсудили. Мы обсудим, как разрушить союз. Так, а еще работы не найдется? Если хочешь немного поработать, кое-что найдется, говорит она. Конечно, что делать? Хочешь взяться за одно рискованное дельце? Мне тут лежит партия винта психа, ее нужно доставить подогонщику в третье убежище. Ммм, убежище, это очень круто. Берусь. Не зарывайся, черти шутить не любят. Большинство из них не станет связываться с Ханом. Ну, а те, что вышли из убежища, но они не просто так. Вот тебе посылку, удачи. Деньги получишь, когда вернешься. Понятно, да сведос. Так, третье убежище, да? Убежище номер три. А еще у нас есть охота за головами, которая тоже рядом. Видите, убежище номер три. Ладно, сначала в аэропорт к овдове нужно заглянуть. Я, правда, не помню, где она находится. Господа, напомните, пожалуйста, куда там идти. Почему игровые механики? Это микроменеджмент, говорит, эти селок. Так, так, чуть-чуть, чуть-чуть. Кто, где? По-моему, уже никто и нигде. Все к тому работали. А, почему игровые механики? Это микроменеджмент. Стрельба? Тогда тоже микроменеджмент. Ведь нужно просто выделить мобы и написать килл в консоль. Нет, сложнее. Стрельба хороша тем, что у нее есть очень много различных нюансов. И она хороша, в первую очередь, наверное, тем, что она круто выглядит. Кто не любит стрельбу, согласись. А вот, не знаю, там, жрать, пить. Это как-то не выглядит круто. Чустишь разницу? Нет, к тебе не нужно обращаться. Нам нужно внутрь в аэропорт. Терминал. Так, вдова. Она с лучшим не расположена где-то здесь сверху? Где-то в задней части вот этой? Возможно, я правильно помню. Тоже ищешь за Стебана? Кажется, я могла бы тебе объяснить дорогу получше. Мне удалось дотащить его тело до позиции НКР. Его скоро привезут в Макаран. Его положили в гроб. Накрыли флагом, да? Надеюсь, что так. Он бы очень этим гордился. Тут гнилой город тебе не стоит. На тебя нам с Стебаном никто никогда не помогал. Если тебе когда-то что-то понадобится, только скажи. И спасибо тебе огромное. Вот видите, сдали квест, ничего не получили. Не-не-не-не, извиняюсь. Мы получили спасибо. Это очень важный момент. Так, и, пожалуй, на выход пойдем. Насчет крутости, да, подтверждает ATC Lock. Ну вот я и говорю. То есть как бы должна быть крутость. Должна быть какая-то действительно геймплейная механика, которая с этим связана и которая требует принять каких-то решений. То есть в данном случае чем убивать врага, какого врага убивать, убивать ли его вообще или убежать и так далее. То есть как бы вот то, что тебе нужно врагов убивать, оно требует, во-первых, наличия определенных ресурсов. То есть тебе нужно эти ресурсы получать в виде оружия, патронов. Они разнообразны. Тебе нужно принимать какой-то выбор, какие в каком случае ресурсы использовать, против каких врагов там. И в целом, собственно, самое крутое, наверное, это то, что стрельба это круто просто без каких-либо других вообще даже вопросов иных. Дьявол или зеркбез, демон из всех вариантов перевели чёрт, чтобы можно было выглядеть как чёрт, говорит Волос. Ну, да, там есть имп, собственно, в оригинальном, в английском названии. А здесь, собственно, это уже не имп, а чёрт. Но чёрт, это самое близкое, по-моему, к импу. Так, стоп-стоп, я только что сейчас видел же, что тут у нас эта локация пока недоступна. Давайте пойдём. Ну, вообще, насчёт хардкора, я знаю, что к Нью-Вегасу есть прямо отдельные такие моды, которые меняют вообще геймплей прям кардинально, меняют сюжет, локации и всё такое. И делает этот хардкор более, как ни странно, хардкорным и более интересным, иммерсивным. Так. Драйвер Нефи. Убивать мы его будем без чьей-то помощи. В конце концов, курьер или не курьер? Давайте скажем честно. Привет, Эрон Хоук. Уберём дробовик в руке. Хотя нет. Наверное, нужно всё-таки со снайперки начать. Какой я скрытный оказался внезапно. Я прошёл мимо них, и я их не заметил. Они меня не заметили. Всё, нас не видят. Тишина. Патроны. Дробовик. Гильза. Да нафиг надо вообще. Да, я сперепутал. Финды, да. Финдс не импы, а финды. Ммм, понятно. Ну, видимо, да, я действительно перепутал. А Титиллок говорит, в модах часто сильный перегиб в хардкор. Игра превращается в дрочь какой-то. Ну, я тебя понимаю, да, в этом есть что-то. Ты прав. Мода далеко не идеальная. И очень часто... Так, стоп, стоп, стоп. И очень часто они действительно, ну, слишком как-то дилетантски сделаны. Из-за этого играть становится местами скорее неинтересно, нежели чем интересно. Но моды разные бывают. Некоторые моды сделаны более качественно, заметно. Почему я топлю за вас, говорит Волос? Потому что стрим подлагивает, и динамичная стрельба уже не айс для восприятия. Но ничего-ничего, вот в записи будет совсем другое дело. Так, давайте сначала других убьем. Так. Самое главное избавиться от свидетелей. После этого совершить убийство. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не палимся. Еще одна голова уничтожена. Да что б тебя. Так. Так. Ваншот, ванкил. А ITC-лога вот на телефоне и не лагает. Все замечательно. Да. Параллельно держу на телефоне стрим, говорит ITC-лог, чтобы звук не перерывался. Хе-хе-хе. Ну, кто знает. Может быть, на самом деле, действительно, проблема-то, может быть, и не у меня. Хотя, я все-таки подозреваю дело в провайдере и в моем канале до Твича. Сейчас, собственно, выходные в празднике. Вероятно, многие люди как раз, собственно, тоже ринулись не только стримить, но и смотреть стримы. И каналы вот в этом направлении, они загружены сильно. Может быть, сервер другой нужно поискать и попробовать. Тоже вариант. Ладно, мы его видим. Самое главное — найти хороший угол обзора на него. Давай, Кэс, готовься. Да чтоб тебя не то выбирая оружие, да я занервничал. А, он теперь в голову. Еее. Вот и все. Где-где-где-где-где-где-где-где? А, я только собирался, собственно, прицелиться, и фиг уже, кстати, разобралась. Берем патроны, берем варминт-винтовку. Кстати, она вроде бы что-то должна у нас чиниться. Мы можем ее использовать в качестве запчастей на что-то. Давайте посмотрим. Варминт-винтовка. Ее нельзя ни на что использовать. Тогда выбрасываю. Потому что она... Стоит дешево, место много занимает. Окей. Драйвер Нефи. Голова. Патроны. Так. Что это за клюшка? Винтовка ковбоя. Психа. Но у нее тоже стоимость не очень. Вроде написано. Извечная голова. Кто-то в чате писал, что голову нельзя повреждать при стрельбе. Серьезно? Ну а что нас сейвем? Мы сохранялись после того, как я его убил? Нет. Это хорошо. Поберем плазму. И заново. Окей. Все заново. Охота провалена. Повредили голову зверя, на которого охотились. Гильзы, гильзы, гильзы. Патроны, патроны все берем. Шприц. Не знаю, зачем я его беру. Но может быть где-то крафтить что-то буду когда-то. Может быть после того, как игра закончится. Так, ладно. Давайте заново подбираемся. Где у нас Кэссиди? А вон она идет. Самое главное в стелсе. Осторожненько. Есть скрытая атака, криток. Никто не заметил этого фейерверка. Просто никто. Показалось, наверное. Устали. Заработались тут патруле. Слишком уж. Теперь можно сейв сделать. Стоп. Это что было такое? Так, как его теперь собирать? У него что-то осталось? Изувеченная голова, конечно. Ну, кто бы сомневался, скажем честно. В прошлый раз, ты раз, чуть-чуть чего, того босса тоже повредил голову. Я ничего не утверждаю, говорит Волос. Я просто передал, что в чате сказали. Да-да-да, мопед не твой. Ты разместил объяву только. Известная тема. Слышали такое? У обычных щерцей можно ее в голову. Прекрасно. Просто замечательно. А вот это настоящее искусство. Когда кругом кровь, куски человеческих тел, мясо. Супер. Вот, да, голова драйвера Нефи неповрежденная. Вот. Немножко более внимательно подошли к своей работе. И, пожалуйста, готово. Оторвали его голову. Радыкс, патроны. Только ковбая, наверное, не нужна. Детоксин. А он сколько-то весит, детоксин? Нет, у него веса нету. Следующий. От него рукав остался только фактически. Остальное где-то разбросали по вот этим руинам. Не, ну что, я считаю, это успех. Мы разобрались достаточно чисто в этот раз. Можно вернуться и взять последнюю нашу задачу, нашу работу. И контракт на последнего чёрта. Сейчас посмотрим, сколько нам денег дадут за эту голову. Я вот, кстати, не помню, сколько за предыдущую давали, поэтому, к сожалению, наверное, сравнить не очень получится. Но всё равно. Жаль, что с Ханлоном всё так вышло. Но он же старался как лучше для нас. Было такое дело. Мы же его немножечко свернули не на ту дорожку. Ладно, не хочу получить награду. Ещё один труп. Покажи мне голову. Так-так, драйвер Нефи. Молчишь теперь, сукин сын. Никаких шуточек про то, что я играю в гольф? Тут психопат много народу покубил. Без него у нас боевой дух поднимается. Вот обещанная награда. Думаю, можно теперь послать первый разведбат в лагерь Ферлон Хоуп. Им пригодится любая помощь. Два психопата мертвы, если прикончишь третьего, будет тебе премия. Ладно, займусь Вейлен. Значит, Вейлет. Я и рад бы дать тебе какой совет, но про неё мы знаем даже меньше, чем про остальных. Берегись собак. Она их сама вырастила, может, даже сама их родила, а не всегда при ней. Где её найти? Хороший вопрос. Территория чертей лежит к юго-востоку отсюда, но они там всюду шатаются. Некто на одного... Бла-бла-бла. Нет, неизвестно, что там было в конце. Пропустил, к сожалению. Ладно. Окей, что ещё нужно знать? Принеси мне последнюю просто голову и всё. И свою там не потеряй. До свидания. Договорились. Куда нам? Давайте смотрим. Да всё туда же. Как бы... И мы убежище номер 3 не нашли. А нам нужно в убежище номер 3 по заданию. Медовый месяц. Вабадаба. А зря я не нашёл здесь вход-то. Сейчас придётся заново, собственно, его искать. Вот это пример не микроменеджмента, а наоборот иммерсивный элемент, говорит Волос. Ты мог убить и так, и так, но проявив... Но проявив эвернса диалога... Что? Что диалога, Волос? И мира получаешь больше. А эвернас, типа, то есть если ты обратил внимание на то, как нужно правильно, судя по диалогу, то получается лучше, да. Вот это, по-моему, вообще действительно блестящая, правильная идея. Если у вас в игре есть опции, они не должны быть правильными и неправильными. Они могут быть, например, лучше или чуть хуже. Они быть могут одними или альтернативно другими. Но делать строго правильно и неправильно, это как-то грустно. И даже, знаете, пошло, я бы сказал. Что наказывать игрока за выбор не стоит. Вместо этого ему нужно показывать другие последствия его выбора. И они тоже могут быть вполне себе дельными. Ну как так-то? Что за хитбокс у этого помойного ведра? И в перезарядку нельзя сменить оружие. Еще так побежал куда. Смеять бояться. Еще кто-то есть? Нет, клиенты кончились. Что же у нас здесь имеется? Электронные заряды, лазер? М-м-м. Лазер. А что можно починить с помощью этого лазера? Так это кто у нас был-то? Нет, это был черт. Нет, это не черт, это рейдер-взрывник на самом деле. Но шлем чертей у него. Окей. Смотрим. Так, лазерная винтовка. Расскажи. Чем можно починить тобой? Лайер можно чинить отлично просто. Модулятор. М-м-м, супер. Берем улучшенный лайер. Его чиним лазерной винтовкой. А еще один лайер тоже можно починить. Запасной. Надо, наверное, лишний лайер убрать. Все-таки так или иначе. Оставить что ли лайер в руках? Для разнообразия, знаете ли. Хардкор это не задалбывающая тебя механика, пришитая нелепо. А именно то последствия выбора неизбежная. Ну, не только обязательно последствия. Конечно, кроме геймплейной части в виде последствий, есть еще и иммерсивная часть в виде... Так, это руина. В виде различных таких элементов, которые просто добавляют хороших, интересных ощущений, атмосферности, восприятия, как бы, происходящего с другой стороны. Пытаемся обижать это делом. И хардкор, он как бы на перепуте двух таких вот вещей. Геймплейный и иммерсивный состоит. То есть, с одной стороны, да, тебе приходится больше заботиться о ресурсах. То есть, это, наверное, самое главное, что есть в хардкоре, в таких вот выживальных хардкорах, потому что тебе нужно заботиться о ресурсах различных. И что у тебя больше действительно рисков появляется. Что можешь не просто там потерять здоровье, которое с тимпаком моментально восстанавливается, что у тебя могут быть другие, более сложные какие-то состояния, которые просто с тимпаком не восстановишь. Тебе на это нужны другие ресурсы. Это круто. Что-то заставляет тебя немножко по-другому на разные геймплейные ситуации взглянуть. Но самое важное во всем этом, безусловно, это именно иммерсивность, на мой взгляд. От ощущения того, что ты действительно вот... персонаж, который находится в... реальный персонаж, который находится... в реальном окружении, который действительно должен с этим окружением считаться, со своими какими-то ограничениями, как живого существа, а не как терминатора, курьера, убийцы всех живых. Упс. Слушайте. Кто там сохранялся? Давно. Ну, давайте вот как раз, собственно, и проверим, почем будет не сохранившаяся голова. Мы ее сейчас голову убили просто. Там 250 крышек давали в прошлый раз. А вот раз сколько буду давать, это большой вопрос. Возможно, 150 дадут. Но, по крайней мере, прежде чем... Да, вот, извечная голова Вайлет у нас есть. Прекрасно. Охотничья винтовка. Как можно использовать охотничью винтовку? Всегда пытаюсь использовать оружие для починки чего-то другого. И, к сожалению, ее нельзя использовать. Но у нее соотношение веса к стоимости, в принципе, не такое плохое. С другой стороны, все равно она нам не нужна. Поэтому выбрасываем. В третьем флаусе, говорит, Волтс, у тебя настроенный инвентарь с патронами и хилками в виде еды. И там ничего не было про хардкор, который... И... Там были... А тут это просто добавили, пришили, не изменив систему. Никак. То же самое, на удивление, абсолютно в аутер Волтсе, где можно было изначально под это заточить систему, был опыт с этой игрой и годы прошедшие. Ну, ты прав, конечно. Разработчики пытаются усидеть на двух стульях. С одной стороны, сделать хардкор недостаточно сильно хардкорным. Вот какие вообще жуткие нам тут виды открываются. С одной стороны, не пытаются его сделать недостаточно хардкорным, чтобы не отпугнуть игроков, которые, с одной стороны, хотят каких-то вот таких иммерсивных ощущений. Но не хотят слишком больших заморочек. Из-за этого получается, что иммерсивные ощущения, они тоже страдают, как ни странно. То есть вы сделали недо-хардкор, и как ни странно он воспринимается именно как недо-хардкор. Вот. Лутаем пока патроны. Ой, я не то хотел нас нажать, я нажимал R, чтобы убрать оружие. А тут у нас оружие будущее сегодня, лежит журнал. Кругом оружие. И в руках оружие. И на полках оружие. И даже докторский саквояж есть. Так вот. Продолжаем мысль. Сделать правильно, это большое количество требует ресурсов, усилий. И, ну, банально, это непросто и долго, и дорого сделать хороший хардкор. А когда ты делаешь игру, в которой это не основной приоритет, то получается, как получается. А потом уже, ну, знаете, эту историю с модами в играх на движках от Bethesda, да? Потом модами, собственно, люди допилят до нужного состояния. Поэтому я и говорил о том, что для хардкора лучше какие-то, наверное, дополнительные моды ставить, а не просто такой дефолтный вариант использовать игровой. Вот. Слышал про игру Dark Pictures, говорит Чире. Как раз игра про выбор. Там нет правильного и неправильного выбора. Каждый имеет свои последствия. И направляет игровой процесс по иному пути. Хотел бы увидеть твое прохождение. Ну, кстати, вот если говорить про игры с выбором, мне очень понравилось, как Ларрины в Baldur's Gate 3, в Early Access, подошли не только к выбору, даже к случайным различным ситуациям. Когда ты бросаешь кубик, у тебя какой-то результат получается, на который ты вроде бы не сам влиял. То есть как бы кубик выкинул этот результат. Ну, с другой стороны, кто кидал кубик, да? Но так или иначе, они все равно его пытаются сделать таким образом, чтобы даже если вы выкинули что-то провальное, оно не было провальным в прямом смысле слова. Чтобы оно создавало просто другие пути и другие ситуации, которые могут быть, ну, где-то, может быть, чуть сложнее, чуть труднее или менее такими прям... Ну, не выглядеть каким-то суперуспешным, идеальным решением, но все равно они бы приводили бы игрока вперед и как по сюжету, так и в продвижении его собственных целей, каких-то интересов непосредственно в игре. Так, так, так. Мы открыли убежище? По-моему, до сих пор нет. Надо найти вход в убежище. Мы пытаемся это сделать, но у нас это не очень получается, потому что мы бежим вообще в другую сторону, насколько я вижу. А и забежать даже сюда нельзя. Что, если мы переместимся к руинам Саут-Вегаса? Так что вообще геймдизайн сложная штука. Когда люди многие говорят, что, типа, фу, как криво сделали, могли бы лучше, и вообще, это же так очевидно, но это нифига не все не очевидно. Всегда полно нюансов. С теми или иными решениями, которые принимаются при разорв... Вот, да что к тебе, ты кто такой? Еще один черт. Кстати, насчет разброса у нас же вроде бы какую-то модификацию мы купили. Давайте посмотрим на дробовик, который у нас в руках, охотничий вот этот вот, на модификацию. Вот, чок для охотничьего дробовика, точность плюс 40%. Во. А еще емкость боезапаса можно увеличить, если у нас будет удлиненный магазин для охотничьего дробовика. Надо ставить, надо находить. Вот, теперь у нас охотничий дробовик плюс. Ну, круто же. Дробовик караванщика можно использовать для того, чтобы починить наш охотничий дробовик. Так... Так... Ну, это на самом деле трата впустую. Но все равно этот дробовик караванщика использовать я не буду. А просто хоть немножечко добавить прочности охотничьему дробовику, пусть прямо до максимума. Это нормально. Патроны. Вармент винтовку не будем брать. Листодув. Интересная штука. Что такое листодув вообще? Давайте посмотрим. В общем, не сильно понятно мне назначение данного предмета. Ты говоришь, что люди критикуют, а то сделать сложно. Вот как раз недавно ты говорил в Дискорде, что по опыту лучше вырезать элементы, чем добавлять в таких случаях. Думаю, Джобс был такого же мнения. Но в целом, да, да. То есть поэтому, собственно, и получается так, что игры выпускаются местами в состоянии, когда чего-то все время чувствуется не хватает, что чуть-чуть не доделано. Вот как ты вот хочешь, не хочешь, все равно такие вещи появляются почти в любой серьезной РПГшке. Потому что РПГ делать очень сложно. Просто огромнейший труд, гигантский. И сделать его полностью хорошо от начала до конца ты просто никогда его не сделаешь. Ты никогда не закончишь игру. И круто, когда в игре есть возможность ее потом модифицировать после этого. Модами все это допиливается, потом доделывается в том ключе, который более важный и интересный оказывается игрокам и сообществу, которые более заинтересованы в каких-то таких вот либо иммерсивных, либо таких хардкорных, либо более специфичных вещах, которые, может быть, большинству игроков даже и не нужны. Но сообщество, которое вокруг игры формируется, оно ее под себя допиливает с годами. Не так, что как вот, собственно, игра там разрабатывается года там два-три, а потом там лет по десять многие игры модятся, модятся, и на этом все это не останавливается. Вот, для Нью-Вегаса моды появляются просто постоянно. Так, а мы-то где находимся? Здесь? Здесь. Как это обойти? Вообще в другую сторону нужно. Но мы там были. Там не выделая входа. Я что-то упускаю, господа. Мы реально чувствуем, что нам нужно в руины зайти. А из руин уже, видимо, нужно проходить дальше в убежище. Наверное, так.